Эта программа стала возможной благодаря друзьям и партнерам служения Сергея Риховского. Как я рад вас видеть сегодня в этот воскресенье, день, когда мы приходим к Господу для того, чтобы поклониться Ему, для того, чтобы прославить Его. И мне очень понравилось сегодняшнее прославление. Слушайте, это просто огонь. Кому понравилось последнее прославление? То, что сейчас было, то, что сейчас Виктор Юрьевич высвободил на нас. Виктор Юрьевич, на тебе такое мощное помазание. Друзья, просто подойдите после служения к Виктору Юрьевичу. Пусть он высвободит на вас вот этот дух радости, дух любви, дух мира. У меня ощущение, что он всеми тремя обладает. Как написано, что праведность, Царство Божие — это праведность, мир и радость. Вот Виктор Юрьевич, он, по-моему, всеми тремя обладает. Кто еще всеми тремя обладает? Вообще, у меня такое откровение, что каждый христианин должен обладать этими тремя качествами. Тогда Царство Божие, оно будет по-настоящему на 100% работать внутри каждого из нас. Мне очень нравится атмосфера, которая сейчас у нас в здании. Я просто настолько вот под впечатлением от Божьего присутствия, от того, что Господь сейчас делает. Знаете, многие люди не понимают, а зачем нужно Его славить. Дело в том, что когда мы Его славим, через Его славу и через поклонение, через прославление, высвобождаются очень много сверхъестественного на каждого человека, кто это делает. Кто-то получает исцеление, кто-то получает мир, кто-то получает благодать, кто-то получает уверенность, и кто-то получает радость. Вот мне понравилось, кто-то в зале крикнул слово «радость». Был такой человек, мужской голос. «Да, и в войне побеждаем!» Да, да. И, знаете, я думал, размышлял, о чем мне сегодня. Сегодня я буду служить вам. Это большая честь и большая ответственность. Потому что, знаете, когда ты служишь в своей собственной церкви, очень легко служить, когда ты куда-то едешь, да, и когда ты, может быть, тебя не знает кто ты, или ты кого-то не знаешь, да. Но когда ты в своей собственной церкви, ты должен быть, ну, на сто процентов вообще как бы в материале. Поэтому для меня это всегда большая привилегия служить вам словом. И сегодняшнее слово, то, о чем я хочу с вами делиться. И я знаю, что каждый человек, он нуждается в радости. Есть такие люди, которые нуждаются в радости. Каждый человек нуждается в радости, да. Вот те из вас, которые подняли руку, это очень здорово. Потому что вы действительно, вы проявляете своими эмоциями то, о чем вы говорите. Это действительно важно. Наш Бог, он радостный Бог. Мы сегодня будем об этом говорить. И тема моей проповеди называется «Верни свою радость». Вот такая тема. Писание говорит, апостол Павел писал в послании к римлянам «Радуйтесь с радующимися и плачьте с плачущими». Ну, я думаю, что слез у нас хватает. Плакать мы умеем, да. Нас этому учить не надо. Но вот с радостью, я думаю, что есть к чему стремиться. Радость — это мощнейший инструмент самого Господа, которым Он обладает и который Он нам с вами передает. И хочет, чтобы мы пребывали в этом же. И, ну не знаю, коснись сейчас просто своего соседа и скажи, ты получишь обязательно сегодня радость. Да-да-да, слева, справа. Просто ты получишь сегодня радость. Очень часто, глядя на человека, глядя на человека, можно определить, в каком он состоянии находится. Это правда? Но не всегда. Иногда, знаете, как вот, ну не знаю, у меня вот супруга есть, Татьяна. Да простит она меня сейчас. Но она когда радуется, она плакать начинает. Я не знаю, может быть, это, конечно, ну женское качество, может быть, женщинам это. Почему ты плачешь? Мне так хорошо. Мне так... Я радуюсь просто. Но это вообще отдельная тема. Я больше хочу говорить сегодня о радости. О том, что действительно должно нас менять. А радость, она нас меняет, потому что наш Бог, Он благой Бог. Аминь. И я знаю, что Божья воля, она заключается в том, чтобы мы радовались. Не пристану молиться, за все благодарить и радоваться. И я знаю, что у каждого человека есть проблемы, есть много всего разного, что мы проходим в нашей жизни, разные ситуации, трудности. И очень часто дьявол, он сеет определенную ложь и определенные мысли, которые лишают нашу внутренность для того, чтобы радоваться. Грех очень часто лишает нас радости. Мы сегодня тоже об этом поговорим. И Писание говорит, всегда радуйтесь. Но вот откуда вообще природа всех печалей, скорбей и горя, страдания? Вообще скорбь, она появилась после грехопадения. В тот момент, когда Адам с Евой, они согрешили. И мы живем с вами в неспасенном мире, который лежит во зле, и который полон агрессии, который полон злости, разрушений, обид, горечи. Но Бог, Он настолько благ, что Он дает нам с вами способность противостоять этому злу. И какие у нас инструменты, чтобы противостоять злу? Добро. Мы противостоим злу добром. И Он дает нам свою радость. Божья радость выше, намного выше человеческой радости. Потому что Его радость, знаете как, вот то, что вот сегодня мы в конце, когда Викторий еще вышел, это была сверхъестественная радость. Кто пережил вот эту сверхъестественную радость? У меня было ощущение, я не знаю, как у тебя, Виктор Ильич, но у меня ощущение, что многие получили вот такую внутреннюю свободу через вот то действие, которое было здесь, через вот эту сверхъестественную радость. И мы все с вами мыслящие, разумные существа, люди, сотворенные Господом по образу и подобиям. Мы являемся венцом Его творения. И, знаете, природа, есть три источника. Вообще их больше, конечно, но я хочу заострить на трех источниках, откуда приходят наши мысли. Самое первое в жизни христиан, наши мысли приходят от самого Господа. Господь нам дает мысли. Мы мыслим, как Он, мы слушаем Его голос, мы слышим Его голос, мы слушаемся Его голоса, да. Второе — это твои собственные мысли. И здесь уже как бы больше опасности, потому что наши собственные мысли, на чем они основаны? На нашем опыте, на наших знаниях, на том, что мы где-то увидели, где-то что-то прочитали, на тот опыт, который мы пережили в детстве. Ну, это уже больше как бы, скажем, про Соза. Это немножко про другое. И третье — это мысли о дьяволе. И, знаете, дьявол, он вкладывает очень часто в нас мысли, что ты думаешь, что у тебя не получится, ты это не сможешь, ты этого не достигнешь, ты никогда не будешь здоров, этот человек никогда не получит исцеления, у тебя никогда не будет хорошей работы, ты никогда не будешь успешным. И, смотрите, эти мысли, они никогда не приходят от Бога. И если вы переживаете эти мысли, то это означает, что в какой-то момент дьявол посеял в нас определенные вещи. Дело в том, что когда мы приходим к Иисусу Христу, у меня такой вопрос. Все ли в этом зале на втором этаже спасенные, все ли с Господом есть? Поднимите просто руки. Ну, если у вас достаточно смелости, поднимите вашу руку. Да, да, вот я тоже поднимаю свою руку. Но очень часто, знаете, очень часто бывает, что дьявол, когда атакует нас с вами, ведь Бог построил вокруг нас, знаете, такую определенную защиту. Мы всегда говорим, что Господь, ты мой защитник, ты мой покров, и ты тот, кто защищаешь меня, ты тот, кто охраняешь меня. Но, знаете как, мир, в котором мы живем, его же никто не отменял. И то, что мы с вами переживаем, то, что, скажем, князь мира, всего дьявол, который сеет определенные вещи, очень часто, знаете, с чего он начинает? Он начинает со страха. Страх — это номер один, то, с чего он начинает касаться людей. Говоря им, что нет, ты это не сможешь сделать, ты это не пройдешь, у тебя это не получится. То, о чем мы сейчас говорили, да? Но я хочу тебе сказать, что он не имеет доступа в твою жизнь до того момента, пока ты сам не позволишь ему иметь этот доступ. Он никогда не сможет сделать тебе что угодно до момента, пока ты не начинаешь верить в ту ложь, которую он сеет. Знаете, очень часто, когда мы обращаем внимание на свои мысли, мы всегда стоим перед выбором согласиться с Богом и с той волей, которой он говорит, она не всегда нам нравится, либо с чем-то еще. Ты как бы становишься, знаешь, партнером в тех отношениях, в той лжи, которая была посеяна в твою жизнь. Но я верю, что сегодня очень много Господь просто разрушит то, что было посеяно кем-то, когда-то, в чью-то жизнь. Какое-то сказанное слово, которое повлияло на вас. Какая-то эмоция, которую вы пережили. Я верю, что многие сегодня получат исцеление до конца этого служения. И посланники евреям, апостол Павел в 13 главе писал, «Ибо сам Бог сказал, что я не оставлю вас, не оставлю тебя и не покину тебя. Так что ты смело говори, Господь мне помощник, и не убоюсь, что сделает мне человек?» Смотрите, друзья, ничего человек нам не может сделать. До того момента, как ты начинаешь соглашаться с той ложью, когда кто-то или что-то, какая-то ситуация, это сеется в нас. Друзья, не входите в партнерство с этой ситуацией. Просто встойте на том слове, на Священном Писании, которое говорит, что «Не оставлю тебя и не покину тебя». Но мы сегодня с вами говорим больше о радости. Вообще задача дьявола – использовать все инструменты для того, чтобы разрушить не только нас, как христиан, но и то, что он делает сейчас в мире. Одно то, что ты вот включаешь, когда телевизор, его невозможно смотреть, потому что сеется ненависть, сеется зло, сеется раздоры, сеется распри. Уже многие христиане даже перестали между друг другом общаться, только потому, что есть такой мощный инструмент, как телевидение, который имеет большое влияние. И знаете, у меня такое внутреннее ощущение, что мы как христиане, мы должны идти работать многие в телевидении. И мы должны принести другую атмосферу туда. Поверьте, те, кто занимается телевидением в России, я сам человек телевидения, их буквально несколько тысяч. Их не так много. Это очень закрытая такая, знаете, вот конгрегация определенных людей. Но я верю, что если ты в своем... У нас есть несколько человек, которые работают на телевизионных каналах. Я не буду озвучивать на каких. И они имеют достаточно неплохие позиции. И я знаю, что через какое-то время эти люди, они достигнут настолько больших позиций, и они будут нести абсолютно другую культуру. Или другую, скажем так, почтение друг от друга. Я знаю, что у нас будут другие новости. Я знаю, что Россия будет другой. Она будет радостной страной. Бог очень часто, скажем, когда вводит нас в определенные ситуации, Он не просто так это делает, но Он делает это с определенной целью. Но даже несмотря на это, мы никогда не должны соглашаться вот с той ложью, которую дьявол сеет. Потому что самое первое, знаете, что ворует дьявол у нас после того, как он сеет страх? Он ворует у нас радость. И очень многие люди, даже те, которые ходят в церковь, они по какой-то причине потеряли эту радость. потому что, ну, есть определенные вещи, которые мы с вами проходим. И почему именно радость? Писание говорит, что радость это наше оружие, это наша сила. Поэтому Он ворует это самым первым. Он ворует у нас радость. Потому что, когда церковь теряет радость в Боге, она теряет Божью силу. И мне нравится, что мы радостная церковь. Повернись просто сейчас к соседу и улыбнись. Скажи, какой ты красивый, или какая ты красивая. Просто красавчики. И просто скажи, радость. Вот заметьте, когда мы произносим слово радость, посмотрите на свои лица, мы начинаем улыбаться, да? Так это или нет? Так. Конечно. Конечно. Знаете, мне даже кажется, мне сегодня такое откровение пришло. Мое личное откровение. Знаете, у нас в России есть такая поговорка. Смех без причины признак дурачины, да? Но мне кажется, эта поговорка не от Бога. Потому что у нас-то есть причина радоваться. И у нас много поводов для радости. Одно то, что мы спасены, одно то, что мы с Господом. И пропитываясь Его силой, эта радость, она просто течет из нас, как мы сегодня пели, как река. Она просто проистекает из нас. Мне кажется, это надо в определенной степени как-то разрушать. Вот вспомните свои фотографии. Кто был в детском садике? Кто ходил в детский сад? Есть такие люди? Вспомните просто свою фотографию из детского садика. Вот стоите вы, здесь какая-то непонятная, цветок, и вот такая фотография. И фотограф, у тебя фотография. Ладно, не эта фотография. Паспорта у всех с собой. Просто откройте паспорт. Я с собой не взял паспорт. У меня на фотографии я улыбаюсь. Я когда фотографировался, фотограф мне говорит, слушай, ты чего улыбаешься? Я говорю, а чего мне плакать-то? Я верю, что Господь вернет России радость. Я просто верю в это. Радость — это наше оружие. И сила, да. Апостол Павел, он писал послание филиппийцам. «Радуйтесь всегда в Господе». И еще раз говорю, радуйтесь. Вы знаете, в какой момент он это писал? Что происходило в тот момент с церковью? В тот момент в церкви было настолько тяжелое время, их убивали, их сжигали на кострах, их сажали, сажали их в тюрьму, их забирали у них имущество, лишали их всего. Апостол говорит, радуйтесь. Просто радуйтесь. Знаете, почему? Наш Бог, он радостный Бог. И я вам это сейчас докажу. И знаете, у нас с вами в России есть такой некий, ну так как мы с вами православная страна, хотя юридически мы не считаемся православной страной, но понятийно мы православная страна, то есть правильно славящая, у русского человека есть некий сформированный образ того, как выглядит Иисус Христос. У кого есть такой образ внутри? Как выглядит Иисус Христос? Вот я хочу вам сейчас показать, как для русского человека, как мы воспринимаем Иисуса Христа. Покажите, пожалуйста. Все согласны со мной? Это правда, да? Что вот он действительно Бог и человек, он Мессия, пришедший к нам на землю, он пострадал за нас, он пролил за нас свою святую кровь, он отдал за нас свою жизнь. И это действительно факт. Кто согласен со мной, что это действительно факт? Это правда. Это было, и это произошло. И здесь не может быть никаких двух мнений, потому что глядя на эту фотографию, я знаю, что многие тоже испытывают такую скорбь, переживания. Но я хочу сказать, что вот эта фотография, она олицетворяет то, что этим действием, как мы все с вами знаем, он понес наши немощи, наши болезни, они у него. Мы поверили в ложь, получили болезнь, они у него. Отдайте ему это. Проклятие мира на нем. Он тоже это забрал. И я хочу вам сказать, вот эта фотография, это всего лишь первая ступень отношения с Господом, отношений с Иисусом Христом. Но и многие верующие, они застревают на этом пути. Вот они выстроили отношения, вот Господь, вот я с тобой, вот мы плачем, вот мы сопереживаем, ты не знаешь, какие у меня проблемы, а он их забрал. Ты не знаешь, какая у меня боль, а он их забрал. Друзья, отдайте ему это все. Не держите это в себе. Отдайте. Он все это уже забрал две тысячи лет назад. И это первая ступень отношений с Ним. Но есть еще и вторая ступень. Она радостная. Она выглядит вот так. Вот этот Иисус, когда мы сегодня славили, Он был сегодня на этом месте, и Он был вот такой. Он не был на кресте. Он был радостный. И Он радуется сейчас. И Он находится здесь и смотрит на тебя. И говорит, я очень рад, что ты мое дитя. Я очень рад, что ты со мной. Я очень рад, что ты любишь меня точно так же, как и я тебя люблю. И я хочу, чтобы ты радовался так же, как и я радуюсь. Аминь. Потому что, когда ты наполнен Богом, твою радость невозможно скрыть. Наполняйся Господом постоянно. И просто радуйся. Радуйся от того, что Он является твоим Отцом, твоим Спасителем. От того, что Он тебя спас. И от того, что ты будешь с Ним на небесах. Потому что, знаешь, когда ты очень близко общаешься с Богом, то проблема греха, она отсутствует. Когда Бог живет внутри тебя, переполняет тебя, грех Он не имеет доступа к тебе. Вообще никак. Одно то, что ты радуешься. Это ты выстраиваешь такой, знаете, барьер. Потому что, это твое оружие. Твое оружие – это радость. И очень часто, знаешь, может быть, сейчас немножко это так странно прозвучит, но Он всегда с тобой радуется. И когда ты Его о чем-то просишь, Его ответ всегда – да. Кто об этом знает? и даже когда ты согрешаешь, Он тебя прощает. и класс мы каку-то Millsfford. И Let's do fire – твое ории.